Всем привет, в этом видео я покажу как создать такой эффект орнадо с помощью шедерграф и блендера. Сначала нужно создать модель цилиндра и выставить количество грани 160, главное чтобы их не было мало. Также нужно выставить сглаживание. Теперь в edit mode нужно поднять модель наверх, чтобы ее центр координат оказался снизу. Также нужно удалить ненужные верхнюю и нижнюю стороны. Теперь с помощью Alt плюс левой кнопкой Mesh нужно изменить размер модели, чтобы она хоть как-то напоминала форму торнадо, и добавить горизонтальные грани. Теперь уже можно приступать к UV-розерке, а чтобы она получилась ровной нужно выделить и отметить одну сторону. Специально для UV-розерки сделаю отдельное окошко в блендере. Как вы видите, развертка получилась неровная, а испрать это поможет плагин UV-Squirrels, его легко можно найти в интернете. И теперь просто выравниваем. Теперь нужно закрутить модель, чтобы текстура налажилась наискосок. Для этого нужно включить пропорциональное редактирование и закрутить модель по оси Z. Для этого нужно нажать кнопочки Rotate, Z и вращать саму модель. Уже можно было бы и сохранить модель, но нужно подогнать ее под Unity. Для этого нужно повернуть ее на 90 градусов, комбинация клавиш R, X-90 и применяем положение и размер. Теперь сохраняем модель. Обязательно нужно поставить вот эту маленькую кнопочку включенной. Для эффекта я использую вот такую текстуру, но можно обойтись и без нее. Сейчас я объясню, как тут все работает. Эти ноды отвечают за цвет и прозрачность. А мою текстуру можно заменить с помощью нода шума. А какой шум использовать, радиентный или простой, это уже выбирать на ваше усмотрение. Но все же лучше использовать текстуру, потому что текстуру вы можете сделать бесшовной, а из-за этого нода получаются швы. Этот нод отвечает за движение и смещение текстуры. Нод фреснел отвечает за свечение по углам модели. Также я добавил парочку свойств, чтобы изменять его в материале. За изменение формы модели отвечает верхняя группа нодов. Я беру Y к позиции объекта и перемножаю его со скоростью, которая настраивается в материале, и временем. Потом я это перемножаю с числом tau, чтобы получились ровные волны. Нод синус как раз и образует эти волны. А количество волн зависит от перемножаемого значения, которое выставлено в свойствах материала. В моем случае это значение равно 3, то есть 3 волны. Далее я перемножаю все с нодом Normal Vector. Он выводит нормальное положение сетки модели. Но перед этим я волны перемножаю с градиентом, чтобы снизу волны были меньше. Также я добавил 2 большие волны по бокам. Но можно обойтись и без них. И в конце я это все умножил на позицию объекта. Для всех частей эффекта я использовал одну и ту же самую модель. Только с разным размером и с разной прозрачностью материала. Прозрачность материала изменяю с помощью одного значения, которое в шейдере используется 2 раза. Один раз для лифея, а второй раз я его инентирую. И перемножаю с инвертированной текстурой. И добавляю все это в альфа клип. На этом все. Если тебе понравилось мое видео, не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok